Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Чем вы здесь занимаетесь? Добрый день. Я являюсь руководителем симуляционной клиники, аккредитационного центра и доцентом кафедры хирургических дисциплин нашего медицинского института. Очень приятно, что вы посетили наш симуляционный центр. Он называется симуляционная клиника, аккредитационный центр нашего медицинского института в составе Балтийского федерального университета. В 2007 году решением правительства было принято решение о создании на базе медицинских центров симуляционных центров. Основная задача – это новый этап подготовки студентов как высшего, так и среднего образования, преодоление тех возможных профессиональных сложностей в процессе приобретения своей профессии. Поэтому наш симуляционный центр был открыт в 2014 году и в настоящее время он выполняет ряд основных задач. Во-первых, мы готовим наших студентов, начиная со второго курса, некоторым симуляционным образовательным программам. И в настоящее время, в течение четырех лет, буквально вот сейчас мы готовимся к проведению первичной и первично специализированной аккредитации. Это очень ответственное мероприятие, которое направлено на оценку практических навыков и знаний у наших студентов, которые заканчивают институт, и клинических координаторов. Это очень ответственная работа. Необходимо отметить, что для функционирования данного центра необходимо, конечно, современное оборудование, поэтому мы имеем в нашем центре ряд необходимых так называемых тренажеров, которые имеют даже определенный искусственный интеллект, это можно без сомнения сказать, и наши студенты достаточно очень активно занимаются с интересом, и это приносит определенные плоды. Наш симуляционный центр относится к третьей категории уровней симуляционных центров, их всего четыре в нашей образовательной программе нашей страны, поэтому мы занимаем третье место, ну не занимаем, а соответствуем третьему уровню, поэтому это очень высокая оценка. И это все происходит здесь? Все это происходит, да, у нас несколько аудиторий, но самая наиболее интересная аудитория, не умаляя значимость других, у нас в данном кабинете. Давайте зайдем посмотрим, наверное. Есть совместное сотрудничество с Евросоюзом, пожалуйста, проходите. Сейчас я вас хочу пригласить в одну из наших аудиторий. И аудитория посвящена преимущественно изучению некоторых вопросов с реанимацией. Конечно, заслуживает внимание, очень большое внимание, наш тренажер, Айстейн, американского производства. В 2015 году мы его закупили. С помощью компьютерных программ можно создать до 11 основных ведущих тяжелых патологических состояний, при которых студенты вместе с преподавателем находит тот алгоритм лечения, который помогает пациенту избавиться от этого состояния. Поэтому уникальность этого оборудования заключается еще в том, что практически тот человек только не обладает разумом. Но все нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной, нарушения церебрального, мозгового кровообращения мы можем задавать программу в данном тренажере и находить конкретные пути лечения. Нельзя студенту в настоящее время заниматься и проводить лечебные мероприятия, когда он получает уже диплом. В этом и есть необходимая задача симуляционных центров. Сколько здесь возможностей. Спасибо большое за очень краткую экскурсию. Было очень интересно. Спасибо. Я вам желаю всем здоровья. Это единственный дар, который мы можем только сохранять благодаря нашим усилиям и нашим будущим выпускникам. Спасибо вам за внимание. Совсем скоро наш следующий образовательный подкаст БФУ Минниканта. С очень интересным гостем прямо на этом стуле будем говорить на очень интересную тему. Смотри, если хочешь стать крутым врачом. Здравствуйте. Это образовательный подкаст БФУ. Интересные гости, актуальные проблемы. И сегодня у нас в гостях директор Медицинского института БФУ Минниканта Сергей Владимирович Куренев. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Собственно, сейчас началась только приемная кампания и хочется узнать, много ли в этом году Медицинский институт предложил мест для будущих студентов. Вы знаете, в этом году есть особенности, действительно, потому что мы, как всегда, много предлагаем мест на среднее медицинское образование, потому что это шесть программ среднего медицинского образования, без этого медицины никуда. Вы сами понимаете, что и медсестры, и фельдшера, и акушерки это неотъемлемая часть медицины. И, с другой стороны, у нас значительно выросло количество бюджетных мест на высшее образование. В этом году 85 бюджетных мест по сравнению с прошлогодними 60-ти, это серьезный шаг вперед. Единственное, я должен сказать, конечно, что большое количество бюджетных мест выделяется по целевому направлению. Это по согласованию с Минздравом Калининградской области. Это те ребята, которые в будущем останутся в тех больницах, от которых они получили гарантийные письма. И, соответственно, мы целенаправленно обучаем их для конкретных больниц. Как думаете, с учетом того, что у нас все-таки в области дефицит медицинских кадров не первый год, актуально так делать? Вы знаете, да, тут есть две стороны медали. С одной стороны медали, те ребята или взрослые, которые слушают наш подкаст, я думаю, помнят, те времена, когда было понятие распределения. И, по большому счету, каждый выпускник должен был куда-то распределиться и отработать от трех до пяти лет. Сейчас такого понятия нет по разным причинам, в основном по юридическим причинам. Но вот взамен пришло целевое обучение. То есть ребята-бетуренты, которые получают гарантийное письмо, они идут по отдельному конкурсу, сразу могу сказать. И они преференций никаких не имеют в течение учебы, но при поступлении они, еще раз повторяю, идут по отдельному конкурсу среди целевиков, но потом они отрабатывают в этом лечебном заведении, от которого они получили гарантийное письмо. И поэтому, в принципе, это действительно особенность этих лет. Второй момент тот, что, конечно, мы рассчитываем, что в этом году к нам придут осознанно. Как ни странно, знаете, в жизни всегда есть две стороны одной медали. И, в частности, та проблема, с которой столкнулась наша планета, это пандемия, ковида, она вообще показала, кто есть кто. Вы знаете, мы искренне верим в то, что к нам придут профессионально ориентированные ребята, которые реально понимают, что эта медицина, это не только сериалы по телевидению, это кровь, слезы, смерть, это много проблем, и которые реально встанут на борьбу с этой, в том числе с этой проблемой. Поэтому мы ждем качественных выпускников школ, и не только выпускников, к нам часто поступают уже по работе, в больницах и так далее. То есть самый старый первокурсник у нас 43 года. Поэтому, в принципе... Учиться никогда не поздно. То есть у нас еще есть шансы поступить? Ну, любви к медицине, все возрасты по кому. Я моложе. Все впереди, Сергей. Да, так что я думаю, что это мы... Потому что мы ждем, конечно, наших выпускников и на высшее, выпускников, я имею в виду, школ, и на высшее, и на среднее, медицинское образование, двери наши открыты, мы им искренне рады. Сейчас уже пошли первые заявления. Пока еще, конечно, делать какие-то прогнозы очень сложно. Почему? Потому что, вы знаете, еще ЕГЭ не закончилась, и большая часть, конечно, будет подавать документы в июле. Но я вам хочу сказать, по опыту прошлых лет, у нас очень большие конкурсы. Мы абсолютно убеждены, что мы закроем все бюджетные места и контрактные места. К слову, у нас достаточно много контрактных мест. То есть, те ребята, которые или получают второе высшее образование, по законодательству это платное образование, или они, ну, по каким-то причинам им не повезло на ЕГЭ, всякое в жизни бывает, все мы живые люди, и они поступили на контрактное обучение, у них есть все шансы поступить на первый курс. А потом, вот уже предваряя ваш вопрос, самый популярный среди абитуриентов, а можно ли перейти с контракта на бюджет? Поэтому я уж извините, что я беру, так сказать, инициативу на себя. Да, можно. Да, можно. И, в принципе, у нас очень часто контрактные студенты переходят на бюджетные места. Логика очень простая. Они должны учиться на хорошо и отлично, они должны быть активистами, они должны быть одним из лучших на курсе. И тогда, уже начиная после первого года обучения, они пишут заявление и имеют все основания перейти на бюджет. Медицинский институт всегда в топе, так скажем, и очень высокий проходной балл. А по опыту прошлого, позапрошлого года, сколько нужно было в сумме набрать баллов, чтобы пройти? Вы знаете, это цифры разные. Ну, во-первых, я должен сказать, что на среднее медицинское образование, я о нем тоже должен сказать, никаких проходных баллов нет. То есть это средний балл аттестата. Но он есть формат. Рейтинг выстраивается. Да-да-да, он выстраивается по среднему баллу аттестата. Нас не интересует, как ребята сдавали биологию, химию и так далее. Естественно, другое дело, что вы знаете, просто у нас бывают ситуации, когда, допустим, на сестринское дело, там у нас, как правило, 15-20 бюджетных мест, и средний балл аттестата у 25 человек 5-0. И вот тогда возникает проблема. То есть не 4-99, а 5-0. И что с ними делать? И тогда уже, конечно, в силу вступают определенные дополнительные показатели. Например? Как раз творческая активность, какие-то дополнительные грамоты, там еще что-то и так далее. Поэтому это среднее образование. Что касается высшего образования, здесь есть, как я уже говорил, две волны. Это волна общего конкурса и волна конкурса по целевым направлениям. Поэтому здесь абсолютно разные баллы. Но общий конкурс у нас порядка 240 баллов. Проходной балл. Ну, плюс-минус. Там год на год не приходится. По целевым несколько ниже. Ну, тоже достаточно серьезно. Около 200-210 баллов. Это имеется в виду сумма трех экзаменов. По 80 получается в среде. Да, примерно так. То есть я думаю, что те из ребят, которые сейчас на ЕГЭ получили 80+, скажем так, то они совершенно спокойно могут подавать документы. А можно, хотелось бы немного вернуться. Вы затронули тему каких-то личных убеждений, каких-то личных характеристик абитуриентов и студентов Медицинского института. Может быть, вы нам расскажете тогда, какой портрет примерно студента есть в голове, с какими характеристиками люди приходят в эту сферу? Ну, типичного портрета нет. Они все разные. Все индивидуальные. А идеал, как сказать? И это очень хорошо, что они разные. Это замечательно. Да, мы это очень любим, очень ценим, потому что мы все разные. И так и должно быть. Я обычно, вы знаете, один критерий у меня для первокурсников, у него должны гореть глаза. То есть если у человека горят глаза, мы сделаем из него хорошего специалиста. Но, к сожалению, бывает ситуация, когда человек по разным причинам приходит из-под палки. Или родители заставили, или по знакомству с подругой я пойду, тоже подам. Но ей это не интересно. Вот здесь гораздо сложнее. То есть нам бы хотелось, конечно, видеть абитуриентов, прежде всего тех, которые искренне хотят, они видят себя в медицине. Я любому абитуриенту бы советовал посмотреть на себя лет через 15-20. Вот перенесись в будущее. Ты себя видишь в медицине? Кем? На каком уровне? Чего ты достиг? У тебя должны быть какие-то цели? И если тебе нравится свое будущее, тогда добро пожаловать к нам. Мы сделаем возможным твои цели, достижения целей. Что касается остальных качеств, ну, если честно, нам все равно. Брюнеты, блондины, рыжие, никаких проблем. Девочки, мальчики, это все вторично. Самое главное, чтобы у ребят горели глаза, чтобы у них были базовые знания по биологии и химии. Все остальное достижимо, и все это абсолютно реально. Может интересовать и абитуриентов, и их родителей, насколько сейчас хорошо с оснащением? Ну, с оснащением мы не обижены. Я могу сказать, что благодаря руководству университета, благодаря тем целевым программам, которые существуют вообще в России, ну вот мы с вами сидим в прекрасном симуляционном центре, который один из лучших в России, который достигнут гигантскими усилиями руководства медицинского института университета, потому что здесь достаточно дорогостоящее оборудование, это те роботы, симуляторы, на которых проходит обучение, в частности, вот сейчас период ковида, потому что достаточно деликатный вопрос, а как идти в больницу, если больница закрыта, и там красная зона? Это частый тоже вопрос от родителей, вот как раз временной заменой, я подчеркиваю, временной является симуляционный центр. То есть те роботы, симуляторы, которые имитируют полностью больного, они у нас плачут, они у нас стонут, они у нас кашляют, они у нас писают, какают, и в общем они как все живые люди. Я слышал, миллионы стоят. Да, они очень дорогие, эти игрушки, и зато, вы знаете, тут очень интересный нюанс, дело в том, что когда у нас студент сдает зачет или экзамен, ему оценку ставит робот, и, соответственно, жаловаться-то не на кого, то есть если ты получаешь два, ну так извини, ты роботу сдал на два, но робот тебе расшифрует за что два, и скажет, вот будь добр, работай над этим, и приходи в следующий раз пересдашь. Или наоборот, робот ставит пять, все, вопросов нет, роботу ты сдал, зачет, молодец. Вот, поэтому есть особенности, и, конечно, ну это одна из наших изюминок, это симуляционный центр, которым мы гордимся, и который, в общем-то, является неотъемлемой частью медицинского института, это сейчас норма для всех медицинских вузов России, сейчас идет большая программа по этому направлению. Видите, когда я учился, ситуация была достаточно простая, это учебник и постель больного, то есть студент учился, от сих до сих он прочитывал, он сдавал зачет экзамен, по которому он шел к постели больного. Сейчас ситуация изменилась, то есть сначала учебник, потом робот или симулятор, и ты должен отработать на нем те практические навыки, и только потом ты подходишь к постели больного, потому что больной не виноват, что ты ничего не знаешь. Ты должен, извини, не на нем учиться, а ты должен на роботе или на симуляторе учиться. И я хочу сказать, что здесь, конечно, много роботов, и раз мы уже заговорили об этом, много роботов, которые симулируют не только больных, они симулируют различного рода операции, то есть вы можете сделать любую операцию в 3D-изображении, виртуальном изображении, отработать практические навыки, ну, допустим, разрезание ткани, зашивание ткани, там, остановки кровотечения и так далее. Поэтому, в принципе, технологический процесс шагнул очень далеко. Ну, в частности, я могу сказать, что один из наших лучших профессоров, профессор изранов, Владимир Александрович, очень необычный человек, лидер по просмотрам в Ютубе, и у него гигантское количество этих просмотров. Я вчера был на распределении целевых мест, и две девочки, одна из Новосибирска, другая из Самары, сказали, что мы хотели бы после окончания института, мы распределяли ординатуру, приехать к вам только учиться у изранов. То есть они едут под персонального профессора. Мы знакомы с ними в интернете, но нам он очень нравится, и мы хотели бы учиться у него. Месяц назад нам перевелась студентка из второго меда, из Москвы, один из лучших вузов. И она говорит, я была в шоке, когда меня провожали в Москве, и второй мед, это один из ведущих вузов России, и сказали, тебе очень крупно повезло, ты анатомию будешь учить у самого израново. А мы учим не по учебникам, а по его роликам. Понимаете, в интернете. Поэтому, ну это факты жизни. Поэтому вот такие блестящие специалисты у нас работают, и в частности, вот одно из его таких инновационных, я считаю, направлений, ну допустим, представляете себе, если студенты проходят строение почки, к примеру. Как это проходит? Сидит зал, он выбирает любую желающую худенькую девочку, ведет ее на ультразвуковой аппарат, и все это транслируется на экран, и мы смотрим, так сказать, как почка выглядит, он рассказывает, вот здесь такие артерии, здесь такие-то вены, и так далее. То есть полное обследование, допустим, почек. Интерактив идет. Совершенно верно. Подождите, она вот стоит, она же не видит, что там с почкой. Она лежит, да, но ей потом распечатают. Он не расскажет. Ей потом распечатают. Персонально объясняет, ладно. Видите, это такой любопытный момент, который мы привезли из Германии, мы были в Германии, ну, мы достаточно часто бываем в Германии, потому что Германия, немецкие вузы, это наши партнеры, там несколько наших партнеров, и мы привезли вот такой необычный подход к анатомии, потому что я считаю, очень правильный подход, то есть с первого дня это погружение уже не просто по учебнику, а уже непосредственно применительно к клиническим ситуациям. Мы ее и назвали так, клиническая анатомия. Почему? Потому что сердце мы изучаем вместе с ЭКГ, например, легкие вместе с рентгеном, там почки вместе с УЗИ и так далее. То есть ребята с первого курса уже начинают погружаться в медицину. То есть мы далеко отошли от того, что ты вот от сих до сих выучи и получишь зачет. Ну, времена меняются. Что касается ординатуры, затронули немножко в разговоре. Собственно, какие у нас есть направления и много ли остается ребят, ну, если, скажем, нет серебряги, которые закончили наш УЗИ? Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел сказать, хочется верить, что большинство слушателей и зрителей знают это, но все-таки я хотел бы напомнить, что обучение в медицинском институте длинное. Не хочу обижать другие специальности, но у нас ситуация выглядит так, что это 6 лет, имеется в виду высшее образование, 6 лет обязательного образования, и ты получаешь диплом о высшем образовании, но если ты хочешь проспециализироваться в каком-то направлении, это хирургия, гинекология, терапия, неврология, педиатрия и так далее, то ты идешь в так называемую ординатуру. И это на сегодняшний день еще 2 года обучения. То есть формально для того, чтобы человек имел право самостоятельного приема, это 8 лет обучения. Кстати, наши немецкие коллеги очень удивляются, как вы так быстро учите на врача. У них это порядка 11-12 лет, у нас 8. Ну вот у нас так. Что касается ребят, которые хотят заниматься наукой, естественно, это аспирантура. Но те ребята, которые не хотят специализироваться, допустим, он не хочет быть гинекологом или кардиохирургом, то после 6 курса они имеют право сдать аккредитацию и пойти работать участковым терапевтом или педиатром. Это законом допускается. Но очень многие идут в ординатуру. У нас развернуты основные специальности, это 18 основных специальностей ординатуры. Их гораздо больше, но основные у нас, безусловно, есть. И очень многие ребята остаются у нас. Продолжать обучение. И вторая волна. Порядка 55-60% ординаторов приезжают у нас извне. Это Смоленск, Самара, Москва, Питер. То есть, я не знаю, все города Российской Федерации можно перечислять, потому что каждый год они разные. Вот я веду ординатуру, допустим, по онкологии. У меня девочка из Красноярска, из Благовещенска, из Томска. Ребята из Смоленска и так далее. И плюс наши, калининградские. Поэтому палитра очень большая. И ординатура, это, конечно, особая статья. И особая гордость, наверное, медицинского института. Почему? Потому что, знаете, говоря одной фразой, такая шлифовка алмаза. То есть, 6 лет человек получает одинаковое образование. И, в принципе, мы обязаны выполнять стандарт обучения, такой же, какой есть и во Владивостоке, и в Москве, и в Смоленске. Он абсолютно одинаковый практически. Ну, там, за исключением небольших факультативных дисциплин. А вот потом идет шлифовка этого алмаза. То есть, два года его у постели больного, или в операционной, или в родзале учат на конкретного специалиста. И через два года, когда он два года только этим занимается, то есть, уже нет ни химии, ни биологии, ни философии, ничего больше нет. И он, условно говоря, занимается только или хирургией, или терапией, или кардиологией, или гинекологией, и так далее. Вот через два года он уже выходит, еще получает диплом об окончании ординатуры. И, имея диплом о высшем образовании и диплом об окончании ординатуры, вот здесь у него руки развязаны, он имеет право устраиваться где угодно. В государственную медицину, в частную медицину, ехать в Москву, за границу, и так далее. Тут вариантов очень много. А вот обучение, оно достаточно долгое и сложное, так как вы сейчас сказали, в медицинском институте одно из самых сложных обучений, мне кажется, должно быть. Есть ли все-таки люди, которые отучиваются все вот эти вот 6 лет, потом еще 2 года, и не идут по специальности работать, а просто, ну, сменю-ка я курс? Это очень редкий случай, очень редкий, но они есть. Самое интересное, я провожу распределение, ну вот у нас месяц назад был шестикурсник, все проходили через мой кабинет, и я каждого персонально спрашивал, тет-а-тет, без свидетелей, так сказать, кем ты хочешь быть. И два человека сказали, что мы уйдем из медицины. Но очень интересное обоснование было. Мы хотели бы совместить IT и медицину. То есть не полностью уйдем из медицины. Да, то есть они собираются открыть фирму, которая совмещает IT и медицину. Мы закончили медицинское образование для того, чтобы лучше понимать человека, знать болезни и так далее. А теперь мы наслоим на свое инженерное, айтишное образование, там по-разному у двоих. И дальше мы бы хотели открыть свое дело и так далее. Вот это, наверное, те редкие случаи, когда, да, уходят. Но это очень редкие случаи. Подавляющее большинство, конечно, остаются. Но еще раз повторяю, почему. Потому что на входе обычно это не случайные люди. То есть они на входе уже понимают, мы бы хотели, чтобы они понимали, что их ждет. И второй момент. Ну, согласитесь, когда вы учитесь три года, и вы уходите, извините, торговать джинсами, ну, это одна ситуация. Когда вы учитесь восемь лет... Еще два? Это восемь лет жизни. Это очень много. Жалко на рынок. Конечно. Уже, извините, никакие джинсы тебя не привлекут. Вот. Поэтому... Так что, конечно, мы бы очень хотели, чтобы ребята приходили профориентированные в меру. Ну, а дальше все в наших руках, все мы сделаем. Мне кажется, даже если кто-то ошибочно попадает или по наставлению родителей кого-то другого, то они за первый курс отсеиваются. Потому что... Бывают. Вы знаете, я, как ни странно, я очень легко подписываю приказы об отчислении на первом курсе. Объясню, почему. Гораздо тяжелее, когда ребята приходят на третьем-четвертом курсе и говорят, это не мое. Да. Вот это обидно. Почему? Потому что это 3-4 года жизни. Но когда ты в течение первого года понял, что это не твое, ну и что? Ну что? Ты попробовал. Это еще не время, да. Да. Что-то тебе не понял. Это дело житейское. Все это нормально. Так что первый курс, это действительно, он такой служит для адаптации, когда продолжается биология, продолжается химия, продолжается английский язык, ну там уже английский, медицинский язык и так далее, философия, физкультура. То есть много похожих дисциплин. Добавляются новые. Это анатомия человека, гистология человека, физиология человека и так далее. То есть создается тот фундамент, на базе которых человек будет уже изучать терапию, хирургию, педиатрию и так далее. Кстати, пользуясь случаем, у нас, к сожалению, в Калининграде бытует такой миф. У нас специальность называется «Лечебное дело». Некоторые хотят быть педиатрами, поэтому я хочу всех заверить, что вы имеете все основания быть педиатрами после окончания нашего института. Никаких противопоказаний нет, у нас таких случаев очень много, поэтому я почему говорю, потому что в России существуют отдельные педиатрические факультеты. Но законы позволяют, и, в общем-то, это порядка четырех лет назад вышел приказ, который разрешает после окончания лечебного факультета работать педиатрами. И поэтому, конечно, ребята уже специализируются и занимаются своим любимым делом. Я очень рад за них, потому что, согласитесь, все-таки, когда ты каждый день идешь с удовольствием на работу и возвращаешься, ну, это, наверное, счастье. Когда у тебя есть любимая работа, это дорогого стоит. Какие специальности у нас самые, так скажем, популярные, ну, после шести лет обучения? Ну, вот я помню одно время любили себя в дерматологе-косметологе идти. Да, да, согласен с вами. У девочки в основу. Да, есть такое. Но она и сейчас популярна. Она и сейчас популярна, потому что она специфическая, потому что это и дерматологи, и косметологи, и это, конечно, очень уважаемые дисциплины. Но, вы знаете, вот в этом году мы вчера, я говорю, еще раз в Минздраве занимались этим вопросом, мы были просто потрясены по сравнению с прошлым годом гигантский наплыв в анестезиологию и ренематологию. То есть для нас это было просто удивлением. Почему? Потому что это, вот как ни странно, последствия ковида. И дефицитная же это специализация. Да, понимаете. То есть вот все-таки ребята, которые хотят кем-то специализироваться, естественно, они в эпицентре этой проблемы, и они знают, какие специальности особо востребованы. И, в общем-то, большой конкурс был именно на эти специальности. Дальше, ну, классическая популярность пользуется акушерство-гинекология, потому что, ну, это прекрасная специальность, когда ты первый видишь новорожденного, и ты радуешься и за маму, и за ребенка. Это масса позитивных эмоций, конечно, и так далее. Вот, поэтому большим спросом в этом году пользовалась хирургия, поэтому я думаю, что хирургов много. Но, вы знаете, опять же, это на выходе. Мы как-то провели анкетирование, и первокурсников спросили, кем вы хотите быть? Ну, там много было вопросов. Один из вопросов, кем вы хотите быть? И вы не поверите, 98% написали хирургам. 98% из приема. Это порядка 140 человек захотели быть хирургом. И потом прошло 6 лет. И вот на выпуске я это все сохранил. И я им подарил. На память. На память, да. Я говорю, смотрите, кем вы хотели быть, и кем вы сейчас стали. А в итоге хирургами стали четверо из них. Вот на входе было 140, на выходе четверо. Почему? Потому что они прошли по всем специальностям. У нас более 70 дисциплин. Они посмотрели изнутри каждую специальность. И нормально, что они отпочковались, и кто-то стал неврологом, кто-то педиатром, кто-то терапевтом, кто-то урологом и так далее. Это абсолютно нормальный процесс. То есть, конечно, ребята, когда приходят на первый курс, им очень сложно сориентироваться. И более того, я им говорю, что 5 лет я вас даже спрашивать об этом не буду. Пусть мама там на кухне вас спросит. Это ваше личное дело. Но я как директор вас спрашивать об этом не буду. Вот вы 5 лет пройдете, все. На 6 курсе там у нас уже как бы идет закрепление предыдущих. Циклов. И вот тогда мы поговорим. Тогда у вас будет осознанный выбор, чего вы хотите в жизни. Как думаете, в связи с тем, что у нас достаточно скоро, дай бог, в 2022 году запустится онкоцентр, станет ли эта специализация более популярна? Она и сейчас очень популярна. Она и сейчас очень популярна. И я вам хочу сказать, что мы в этом направлении ведем себя очень открыто. У нас раз в полтора-два месяца читают лекции ведущие онкологи Российской Федерации. У нас читают лекции Андреас Эберт, наш сотрудник. Это председатель ассоциации эндометриоза Германии. И в принципе у нас идет онлайн-трансляция из Берлина. И мы очень активно сотрудничаем с московскими онкологическими институтами. Поэтому в принципе в этом направлении у нас много хороших ребят готовится. Почему? Потому что кадры ведь надо готовить заранее. То есть понимаете, ну что, значит там 1 сентября он откроется, и мы тогда начнем готовить. Нет, конечно. Ну и потом, понимаете, пользуясь случаем онкоцентр, это вершина большого айсберга. Это верхушка. Основание-то составляют районы. Районные онкологи, участковые, терапевты, гинекологи, хирурги и так далее. Первый удар принимают на себя они. И вот от их грамотности уже зависит, как быстро онкологический больной попадет наверх. Поэтому грамотность должна быть не только наверху, но и внизу. К телемедицине перейдем, наверное. Стоит. Насколько активно осваивают в процессе обучения студенты телемедицин? Ну, как я уже сказал, у нас есть онлайн-трансляция, у нас есть консультации по телемедицине. Это реалии нашей жизни, то есть это уже не что-то такое экстравагантное, то есть это абсолютно реально, в том числе и в процессе обучения. Другое дело, что, понимаете, телемедицина полностью заменить врача не может. И, условно говоря, если вы проводите телемост, условно говоря, с каким-то ведущим профессором в Москве по любой патологии, то он может вам дать какие-то определенные рекомендации, но он дает рекомендации сиюминутно, вот на данный момент. А вот что дальше происходит с больным, какая динамика, положительная, отрицательная, или вообще он не реагирует на назначенные лекарства, все в твоих руках. И понимаете, телемедицина очень хорошее дело и в образовании, и непосредственно в медицине, но я вам хочу сказать, это составная часть общего лечебного процесса. И от грамотности врачей, вот как я бы сказал, на земле, это очень важно. То есть человек должен не просто выслушать и сделать, как ему посоветуют, но он должен сам думать, у него голова должна работать, и это вот вкладывается в течение 8 лет обучения. Вот подождите, сейчас создаются роботы, которые какие-то операции в принципе сами могут провести, а вот как вы думаете, вообще скоро роботы всех врачей заменят, или до этого еще жить и жить? Ну, я думаю, на нашем поколении жить и жить еще. То есть пока еще поступать выгодно? Выгодно. Нет, ну роботы, как я могу сказать, роботы и у нас уже используются, и в Калининграде они уже не редкость. Другое дело, что роботы, опять же, это составная часть медицины. И роботы в каких-то специальностях, они очень интересны. Ну, допустим, рентгенология, патанатомия, там, где человек может по стандарту сделать определенный стандарт и алгоритм диагностики и поставить правильный диагноз. Да, это реально, то есть, в принципе, к этому идет человечество, но в то же время есть ряд специальностей, ну, вы извините, участковый терапевт, например. Ну, еще робот будет ходить по участку и... Ну, да, я представила. Да, я думаю, что пока это очень трудно представить, да. Второй момент, допустим, гинекология. Ну, я знаю, вот вы женщина, вы согласитесь, чтобы у вас робот роды принимал? А смотря куда прогресс ушел. Вот к тому времени, когда мы... Посмотрим, да. Да, вот тогда и мы вернемся к этому вопросу. Поэтому, конечно, есть специальности, где чуть дальше прошел прогресс, есть специальности, где еще очень много предстоит. Хотя, да, роботы – это интересная тема. Другое дело, что надо понимать, что, как вам сказать, на роботах-то люди работают, и, в принципе-то, человек должен быть не просто подготовлен, а суперподготовленный, и он должен отвечать и за себя, и за робота. Поэтому тут не так все просто. Хотелось бы от роботов перейти к врачам на диване, так скажем, да? Очень популярно сейчас самолечение, консультация в интернете, то есть человек набирает там вроде бы определенные симптомы. У меня болит живот, может быть? Вы знаете, как ни странно, вопрос непростой. Непростой. Я бы еще добавил сюда различного рода псевдоцелителей, которые выступают и знают, как вылечить рак, как помочь при инфаркте и так далее. Понимаете? Не случайно. Но псевдоцелители – это проблема нашей полиции. То есть, по большому счету, медики здесь вряд ли чем-то помогут, потому что здесь должны работать законы, должна работать полиция и так далее. Поэтому тут, конечно... Что касается вот этих медиков на диване, как вы сказали, ну, здесь, как ни странно, есть проблема. Проблема доступности медицинской помощи. Есть ведь просто, извините, ленивые, которые, ну, им трудно сойти с дивана. А есть ситуация, когда он походил по поликлиникам, посидел в очередях, он сказал, да ну эти очереди, я лучше сейчас в интернете наберу и куплю себе лекарства. И куплю себе то, что надо. Ну, очевидно, что это путь в никуда. То есть, понятно, что ваш даже предыдущий вопрос про роботы, но не каждый робот поставит диагноз, у человека болит живот, особенно у женщины. Ну, вы извините, масса причин, масса. Причем, начиная от каких-то физиологических причин и целым спектром, веером различных заболеваний. Это может быть и кардиология, и гинекология, и гастроэнтрология, и проктология, и онкология. Что хочешь. Понимаете? И, конечно, вот так разобраться, не имея специального образования, ну это нереально. И, к сожалению, это, конечно, только вред для человека. Я бы, конечно, не советовал этого делать. Но, с другой стороны, вот эта доступность медицинского образования, вот мы для этого и служим, чтобы врачей было больше, хороших врачей, и чтобы больной не сидел там полчаса или час, а чтобы он пришел, и через 10 минут его приняли. Потому что врач есть, врач ждет, врач доброжелательный, позитивный, оптимистичный. И у него не стучат за дверью кричить там, да? Да. Почему вы нас не пускаете? Да, типа этого, понимаете? Поэтому вот мы к этому и идем. То есть мы бы хотели, чтобы медицина будущего была прежде всего доброжелательной. Доброжелательной, профессиональной, несомненно, потому что мы учим профессионалов прежде всего. Ну и вот такой открытый для всех. И тогда, я думаю, отпадет эта проблема во многом. Потому что, ну, не будет смысла. Или вы пойдете к профессионалу, или вы в интернете наберете, у меня болит живот. Ну и дальше. Сделай харакири и не мучайся. Да. Понимаете? Или там клизму сделай. Ну сделай, иди клизму, хорошо, сам себе. Вот. Поэтому, конечно, это не совсем. Ну, понимаете, опять же, слои населения разные. И у нас же нет усредненного россиянина, который вот делает именно все по стандарту. У нас есть бабушки, которых знают в каждой поликлинике, потому что они проходят всех по 10 раз. И есть другой полюс, который вообще никуда не ходит. Но они тоже такие же граждане России, как и все остальные. Мы обязаны с уважением относиться и к первой, и ко второй категории. Вы вот сказали, что для врачей очень важна открытость, в принципе, это и открытость, видимо, к новой информации. И тут вопрос, соответственно, врач когда-то прекращает учиться, или это все-таки на всю жизнь? Очень хороший вопрос. Очень хороший. Спасибо за вопрос. Спасибо. Потому что, да, очень правильный вопрос. Понимаете, у нас, во-первых, смотрите, тут есть две стороны медали. Первая сторона медали, у нас законодательно внедрено так называемое непрерывное медицинское образование. Совершенно правильно был задан вопрос, что медицина постоянно обновляется. Несомненно. Она не просто обновляется, она очень быстро обновляется. Даже с этим ковидом знания полтора года назад и сейчас диаметрально противоположны. То есть, все разложили по полочкам. Вакцины появились и так далее. Это огромнейший скачок в будущее. Вот. И, в принципе, я хочу сказать, что в отношении вот этого непрерывного медицинского образования раньше было врач один раз в пять лет проходил цикл повышения квалификации. Ему этого было достаточно, чтобы он работал следующие пять лет. Сейчас эта система меняется. Врач должен учиться каждый год. Каждый год он должен получать баллы, находясь, прослушивая научно-практические конференции, участвуя в каких-то вебинарах и так далее. Он получает баллы, сумма баллов за пять лет дает основания для продолжения профессиональной карьеры. Ну и какая-то экзаменация тоже есть. Да, да. Есть определенные критерии, которые вывешены на сайте Минздрава Российской Федерации, если кому-то интересно. Поэтому учиться надо всю жизнь, практически до пенсии. И второй момент. Ну, нравится, нам не нравится, но подавляющее большинство медицинской литературы это на английском языке. И у нас очень приветствуется, если человек знает английский язык. Потому что это ему облегчает проблемы. То есть он становится неврологом, к примеру, и он занимается патологией нервной системы. Но кроме российских журналов, надо читать журналы Англии, США, Франции, Германии и так далее. Они все на английском языке. Понимаете, поэтому, конечно, знание языков тоже имеет большое значение. И тогда мы считаем, что врач развивается, и он в тренде основных достижений. Это очень важно. Потому что, конечно, каждый больной хочет прийти к какому-то прогрессивному врачу, который знает все последние новости и так далее. Вот. Поэтому это очень приветствуется. И видите, с одной стороны это законодательно закрепляется, а с другой стороны знание языков это не закреплено законодательно, конечно. Но это веление времени. И, конечно, в идеале несколько бы языков знать, но хотя бы английский, да, это здорово. Ну и, кстати, я могу сказать, вот если мы все-таки к нашему институту вернемся, вы ушли в сторону там, так сказать, пара институтских вопросов, у нас очень активно развивается международное сотрудничество. И последняя, так сказать, новость нашего института, то, что у нас в прошлом году был закреплен контракт, договоры, контракт с одним из ведущих китайских университетов, с Аньхойским медицинским университетом. И вот если бы не пандемия, то 14 наших студентов бы находились на практике в Китае, к сожалению, сейчас временно прервалось это. У нас, у меня сейчас на столе лежит договор с Израилем, тоже о взаимном обмене студентов и преподавателей на практику. У нас есть три классических университета в Германии, это Любек, Кили, Гамбург, с которыми мы обмениваемся студентами. По иронии судьбы, у нас сейчас две студентки, несмотря на пандемию, на практике в Германии находятся наши девочки. Естественно, Польша, Литва, Беларусь, Финляндия, поэтому у нас очень большой спектр, причем я хочу сказать, это касается и высшего, и среднего образования. И те ребята, которые у нас поступают на среднее образование, тоже активно ездят за границу, потому что задача очень простая, они когда приходят ко мне, я говорю, ваша задача очень простая, посмотреть все лучшее там, чтобы вы умели внедрить в нашу российскую медицину. И поэтому вот вы едете на 3-4 недели по-разному, кто-то на полтора месяца и так далее, и они приезжают обогащенные опытом немецких клиник, польских клиник и так далее. И поэтому мы этому очень большое внимание уделяем, но и мы вынуждены уделять, потому что у нас институт лидер по количеству иностранных студентов. Вот да, давайте в эту сторону еще уйдем. 300 иностранных студентов, это 27 стран мира, это огромное количество индийских студентов, это большое количество студентов Египта, Марокко, Болгария, Мексика, Колумбия, Ирак, Иран, я могу перечислять, в общем, полмира. Все учатся у нас в институте, они доверяют нашему российскому медицинскому образованию, потому что российское медицинское образование это бренд за границей, это круто. А они потом уезжают к себе обратно, работать, практиковать или остаются здесь некоторые? Я могу отшутиться, если вы хотите, если они не женятся на наших красивых девушках, то они уезжают назад. Ну, бывает у нас уже случай смешанных браков, когда девчонки выходят замуж из-за индусов, из-за арабов, и по иронии судьбы мужья здесь остаются, в Калининграде, они работают, в частности, в центральной городской больнице у нас работают, наши выпускники и так далее. Но кто-то, да, естественно, уезжает, они для этого учились. Сергей Владимирович, у нас есть к вам вопрос такой. Вначале хотим, чтобы вы погрузились в то время, когда вы закончили школу. Представьте, вот вам сейчас 18 лет. Какой бы вопрос мы задали, Сергей Владимирович? Вопрос, какой бы мы задали? Мы бы задали вопрос, что бы вы посоветовали со своим нынешним опытом, со своими нынешними знаниями тому маленькому себе, у которого еще только все впереди? Абитуриенту Сергею Валеневу. Да. Что я могу сказать? Во-первых, это замечательное время. Я просто себя вспоминаю, и когда я прекрасно, вот сейчас уже с высоты, уже, извините, седой, лысый, уже профессор, там доктор наук, директор и так далее, вроде титулов много, но то время замечательно. Я считаю, что абитуриенты живут в прекрасное время, в прекрасном возрасте, когда вся жизнь впереди. Это круто, это интересно. А применительно к нашему институту, я еще раз повторяю, что если вы хотите быть в тренде последних новостей, событий, если вы хотите, чтобы студенческая жизнь была максимально насыщенная, не только учебой, но и всевозможными мероприятиями, конечно, вам прямая дорога в БФУ Минникантов, в медицинский институт, мы будем очень рады видеть. Но с точки зрения профессии, мне кажется, что стоит все-таки еще раз хорошо подумать на кухне с чашкой чая в руках, посмотрев в зеркало и спросив у себя, ты уверен, что это твое? Если ты уверен, что медицина это твое, то добро пожаловать к нам. Если у тебя есть какие-то сомнения, то может быть, стоит немножко и поработать в медицине, где-то санитаром или в больнице и попробовать медицину не по телевизору, не по литературе, не по интернету, а как она в реалии, в жизни. Потому что, вы знаете, медицина, я немножко в сторону уйду, она очень многогранная. И, как ни странно, вот те фильмы, которые выходят, есть очень хорошие фильмы, есть разные, скажем так, но они всю медицину не охватывают. Медицина намного глубже, интереснее, многограннее. Это, ну, извините, целая религия. Потому что это целый мир, который имеет массу особенностей. Свои кумиры, свои песни, свои анекдоты, свой сленг там и так далее. Поэтому, конечно, это безумно интересный мир. И вот если человек считает, что это его, ему это нравится, тогда, конечно, я был бы признателен, если вы выберете в сторону Буфу и Мениканта. Поэтому могу немножко позавидовать, конечно, себе тому, 18-летнему. Если вы имеете такую возможность, перенесите меня хотя бы на час. Это к физикам, к физикам надо пойти. Хорошо. Сергей Коренев был у нас в гостях, директор Медицинского института Буфу и Мениканта. Смотрите наши подкасты, много интересных людей и интересных знаний. Спасибо большое. Спасибо всем. Здоровья всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!